Площадь Куйбышева превратилась в спортивный комплекс под открытым небом. Здесь представлены виды спорта восьмых летних российско-китайских молодежных игр и не только. Ну что ж, атмосфера международного праздника вновь захлестнула сердце губернии. Черлизин, гимнастика, футбол, восточное единоборство, стритбол. Делегацию из Поднебесной встречали со спортивным настроем и в дружеской атмосфере. Два символа игр. Русский мишка и панда обнимались, словно добрые приятели. Понятно и без перевода, Самара умеет принимать гостей. Посещая ваш город, я отмечаю очень внимательное отношение и поддержку со стороны правительства Российской Федерации и Самарской области. Вижу, как доброжелательны и приветливы люди, встречающие нас на российской земле. Я больше чем уверен, что восьмые российско-китайские игры пройдут успешно. Официальные соревнования стартовали еще в воскресенье. Девушки сошлись в футбольном поединке на Металлурге и россиянки победили 2-0. Гандбольные команды провели первую игру в спортивном комплексе «Молодежный». Итог 30-20 в пользу наших гандболисток. Состязания по восьми видам спорта максимально задействуют инфраструктуру Самары, включая наследие Чемпионата мира по футболу. Особо символично, на мой взгляд, что игры открываются в день, когда ровно год назад на Самарской земле прошел первый матч Чемпионата мира по футболу 2018 года. Конечно же, сегодня, привлекая такие спортивные события, знаковые на территорию Самарской области, мы преследуем телеиспользование наследия Чемпионата мира по футболу. В прошлом году весь мир убедился, как радушно Россия и Самарская земля принимают своих гостей. Насколько хорошо мы умеем организовать события, мероприятия самого высокого мирового уровня. Крупные международные соревнования – это не только популяризация спорта, культурный обмен между дружественными странами и еще один штрих в многогранном портрете Самары туристической. Это лето в городе-курорте, богато на события. Уже отгремели фестиваль набережных «Волга-фест», «День России», областной Сабантуй. И снова Самара в центре межнациональной спортивной жизни. В конкурсе на проведение российско-китайских игр участвовали почти все регионы страны – от Владивостока до Калининграда. На конкурсе, когда мы рассмотрели все заявки, то с наилучшими показателями была Самара. Поэтому мы доверили Самаре проведение таких важных мероприятий. Главный судья игр – четырехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира, пловец Владимир Сальников. В течение недели юниорские сборные двух стран будут бороться за медали в художественной гимнастике, плавании, велоспорте, женском гандболе, пляжном волейболе, тэквондо, футболе и бадминтоне. За соревнованиями будут следить Анна Ивахина, Кирилл Козин, Татьяна Пудова, Роман Апарин. Новости губернии.